Всем привет! В последнее время в своей работе я столкнулся с такой достаточно сложной технической ошибкой, как неправильный подход к мячу при ударе слева двумя руками. Например, дети очень часто, подходя к мячу, натыкаются на переднюю ногу, перегружают переднюю ногу. Вследствие этого получается, что они тянутся к мячу, и их точка слишком далеко от них. Сейчас я вам покажу простое, нехитрое, подводящее упражнение, как избавиться от этой ошибки. Это упражнение будет выполнено в низкой точке. Суть этого упражнения в том, что задняя нога коленом уходит к передней пятке. Это упражнение позволяет вам оставить бедра в рабочем состоянии. В том положении, в котором вы можете добавить даже в низкой точке бедром, пройдя спокойно через переднюю ногу. Если же вы не дойдете до мяча, а перегрузите переднюю ногу, то таз, соответственно, уйдет назад, и в момент выноса ракетки вам будет нечем добавить в плотность, в точность выноса ракетки. Итак, Сережа, вы сгибаете заднюю ногу пяткой сюда, проходите через переднюю, и локтем вытаскиваете себя наверх. Очень важно не делать это вот так. Вот в таком ударе как бы сгибаются две ноги, но корпус ушел вперед, вы смотрите в пол, не видите корт. Если сеточник в этот момент еще, если ваш соперник у сетки, вы не видите, куда обводить, то есть удар получается смазан. Обязательно. Вот в этот момент у меня работает бедро. Передняя нога помогает мне пройти. Я не доталкиваюсь передней ногой, ни в коем случае. То есть вот это вот, это ошибка. Еще раз, передняя нога работает пассивно. Я просто прохожу через нее за счет выноса локтя. И последний раз. Каждый раз задняя нога оказывается у меня впереди, вынося меня в исходное положение. Спасибо. Я надеюсь, вам понравится наш урок. Смотрите и учитесь играть в теннис. Всего доброго. С вами был Андрей Миринов и Сергей Подоляк. Субтитры создавал DimaTorzok